В продолжении темы об остановочных павильонах. Сегодня наша редакция встретилась с подрядчиком, который занимался установкой новых остановок в городе Кокшетау. И как раз таки объяснил нам, откуда взялась лишняя сумма на 2 миллиона 900 тысяч и выполнены ли новые остановки в соответствии с эскизным проектом. Вместе с тем хочется отметить, что всю эту сложившуюся ситуацию могли бы давно прокомментировать в Акимате города Кокшетау и отделе ЖКХ, которые до сих пор почему-то не вышли на связь. Ну вот, получается, с сентября мы начали его, по декабрь, потому что связи там было 25 штук, документации, проектно-смертная документация, количество, а потом еще дополнительно были 17 штук. Помимо, в общем, получается, я 32, 30, так, сперва 20, потом 18, 17, получается 37 штук. 37 павильонов? Да, павильонов. За эту сумму же получается. За какую сумму? За которые, за сколько я, за 14 500 и дополнительно вот 3 миллиона там. Ну, по 2 800 или 900 было там, да. По факту я вообще сделал 42 штуки, по документации 37 закрыл я. А остальные? Остальные это как было, вначале я делал, мне сказали, возьми материал, потому что волонтеры тоже были, приходили, говорили, брелек надо ставить, потом по окраинственным городам, ну, имеется в виду частные. Я согласился, материал все закупил, сказали, будет договор, покупай материал, а я дополнительный материал закупил за оставшуюся остановку, к которой мы договаривались. В конце договор выходит и не подписывает, казначейственник не подписывает. А я уже материал закупил и сделал уже. Ну, вот так получилось. Эти материалы потом я уже сделал, что я сделал? Я взял, отдал. Ну, установил, куда надо. От этого проекта я, допустим, в плюс не вышел. Хорошо, что я по нулям вышел, да. А именно на эскизном проекте там определенно ничего такого не было. Там фотография стоит, там размер. Такого не было, чтобы она должна от асфальта или от основания, чтобы столько сантиметров должно быть. Ну, там же плод того, что там вроде будет как нанесенный логотип от мала, а должен быть такой красивый. Ну, это же фотография же. Там же не прописано, что логотип должен быть. Как, зачем это? Там же тогда надо было, тогда в профлистом проще надо было сделать. Ну, просто у нас есть некоторые установки, да, они в сером исполнении, синим профлистом. Там внутренняя сторона профлиста серая. Но она того не пойдет, потом срок службы меньше будет, чем с листа металлического. Ну, как они стоят, допустим, в районе смола у нас две установки. Одна не пользуемая, другая пользуемая в районе смола. Мои предложения были, профлиста отказались. Спасибо. Спасибо.